Саш, привет. Привет, добро. У тебя была скомканная подготовка к бою с Блейдсом. Про это не раз говорили. Почему? А, с Блейдсом, да. Ну, тоже прикольно было. Сюда, там, дома, в квартирке, все дела. Сейчас как все? Нормально прошло? Сейчас все прошло хорошо. Лучше, чем в прошлый раз. Ну, в прошлый раз тоже мне понравилось. В принципе, как бы не выходя из дома, тренироваться тоже классно. Это чуть менее эффективно, но прикольно. Чему тебя вообще тот бой научил? А научил с Блейдсом, если вообще чему-то научил? Чему меня научил бой с Блейдсом? Ну, если говорить просто, во-первых, разговор того, чем я научил, не такой простой, он более глубокий, потому что это больше моменты тонкости, нюансов, которые я отметил для себя. И чтобы о них рассказать, нужны некоторые вводные, скажем так. Ну, если говорить в целом, то то, как все прошло, я не могу сказать, что я чем-то жалею. Потому что в целом то, как я подготовился к этому поединку, в каких условиях, и что я сделал, то есть, в принципе, закономерно, что я показал, то есть я абсолютно отлично чувствовал по выносливости, у меня не было никаких проблем с этим. Естественно, у меня не было возможности ни с кем бороться, потому что просто мы сидели на карантине, то есть я не мог физически с кем-то бороться. Естественно, этот момент, он немножко его упустил, потому что, ну, я просто не мог его как бы никак наверстать. Но, тем не менее, у меня тоже получил сделать бросок и как бы какую-то работу провести в борьбе с ним. То есть, мне и получился нести ему хороший очень урон. То есть, он урона получил дофига, в отличие от меня. И момент просто в том, что, наверное, единственная вещь, которую я для себя как бы проанализировал, в этом бою мне немножко не хватило агрессии скорее. То есть, я почему-то, ну, мне оставалась неуверенность, потому что лагерь был неполноценный, что не хватит выносливости, не хватит как бы кардио тупо. А его было дофига. И когда я себя поймал о мыслях, что у меня кардио еще стало дофига, уже было слишком поздно. То есть, скорее, мне это просто, то есть, ошибка была более тактическая в распределении сил. Я чуть дольше ждал, чем нужно было. А так, в целом, вся подготовка, несмотря на ту ситуацию, она как бы получается, что удалась, как бы это не звучало, просто не хватало чуть-чуть агрессии, скажем так, в поединке, которой не было. Ну, естественно, как бы навыка борьбы. Во-первых, мы понимаем, что Блейз, он топовый борец, а не то, что просто какой-то борец, и кто-то меня забросал. То есть, это топовый борец, который, в принципе, все свои бои, когда переводят человека вниз, он заканчивает. Со мной ничего сделать внизу не мог. и еще получилось так, что я каратист, сумел сделать ему бросок и в каких-то элементах еще доминировать. Поэтому тут просто вопрос скорее для меня был тактический, чем и правильное раскрепление сил, чем подготовки. Поэтому здесь, наверное, выводы я сделал просто больше с тем, чтобы как в следующий раз работать над тактикой и какое внимание этому уделять. Потому что, наверное, чуть-чуть мало я этому уделил внимания до боя именно с Блейз. Хотя обычно уделяю много, но в этот раз что-то не удалось. Саш, ты сейчас берешься в бандеркарде, можно так сказать, основного боя, кини основного боя и туда все внимание там весь шум, медиа и все такое. Тебя, зная тебя, я мог бы сделать вывод, что тебе комфортно, потому что тебя практически не беспокоят, ты можешь нормально готовиться, но как бойца тоже, можно сказать, топового, тебя это как-то напрягает, что тебе меньше внимания, хотя ваш бой с Харисом тоже достаточно хороший. Я только хотел сказать, что, ну и слава богу, что так происходит, если честно, потому что я как бы я вполне могу сказать, ну типа там отказ от интервью и никому не будет ничего, потому что в основном даже интервью, если берут, то спрашивают обоих, 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 и не люблю разговаривать, ну даже не потому, что мне, там я интервью не люблю, а потому что зачастую вопросы очень однотипные, однопразные и скучноватые, при всем уважении к вам и к вашим коллегам, зачастую просто на одно и то же отвечать, немножко устаешь и не хочешь тратить свои как бы эмоциональные силы, а чтобы интересно рассказать и полноценно, а не просто да, нет, не знаю, не хочу и вчера не был, на это нужно тратить какие-то эмоциональные силы, чтобы все равно общаться и просто понимая, что то, что могут спросить, уже, во-первых, даже заранее знаешь, а во-вторых, это уже где-то продублировано, нет смысла на это отвечать по второму разу, вот, ну что-то типа этого, поэтому когда есть какие-то интересные темы для разговора, я всегда открыт к этому, но конечно же тренироваться в таком в медийном вакууме в какой-то степени чуть попроще, чуть полегче и чуть больше сил тратиться на тренировки и на какие-то свои там домашние тела. Слушай, а ты чувствуешь, что ваш бой с Харрисом недооценивают? Ну то есть сейчас реально о нем разговоров, чтобы где-то как бы о нем говорили эксперты, чтобы даже на СПН о нем говорили, я такого особо не вижу. То есть знаешь, они так, видимо, думают, что ну типа бой и бой, но ничего особо. Ну, я думаю, что ничего страшного с этим в этом нет. Ну, обычно так всегда получается, что топят за главный бой вечера. Это как бы имя всего турнира, поэтому обычно невозможно, скажем так, раскручивать все поединки в карте. по крайней мере, я об этом не задумывался совершенно. Мне как-то не очень это важно. Слушай, а ты можешь в двух словах человеку, который, допустим, будет смотреть турнир UFC, ну не первый раз, но там начинающий, смотрящий, скажем так, турнир UFC, почему он прям обязательно должен посмотреть бой Волков-Харрис? Вот чем ваш бой крут? Можешь ты Харрис вам объяснить? Тем, что он увидит у меня на спине новую татуировку. А ты со спины часто снимаешь. Что? Если со спины будут часто снимать, это тоже надо иметь. Внизу нельзя гадать. Ну, мы два больших ударника-тяжеловеса, которые могут закончить бой нокаутом в этот момент. Это всегда интересно, это всегда вызывает интерес. Поэтому, как бы там его поединок не анонсировали, не анонсировали, в любом случае это будет бой захватывающий с возможностью изменения сюжета постоянного, потому что качели могут быть в одну и другую сторону. Соответственно, если человек включит наш поединок в трансляции, он его не выключит. Это будет в любом случае интересно. Саша, вот ты сейчас напомнил о своем каратистском прошлом, и на самом деле перед твоими боями я всегда жду, что ты вырубишь соперника хай-тиком, вот честно. Хотя у тебя за всю карьеру такая победа, по-моему, только одна над мать ему, если не ошибаюсь. Почему вообще не я так часто... Не одна. Ну, я имею в виду в ММА. Не одна. Но в любом случае, мы такого давно в том исполнении не видели. Чем ты бы это объяснил? Ну, тем, что если бы я был бы автоматом, который кидаешь монетку и заказываешь удар, тогда бы так получалось. У меня просто немножко другой план на бой. Очень многие, несмотря на то, что только один несколько нокаутов у меня был ногой, в голову, очень многие от меня его ждут. И люди, они, в принципе, готовы, что я буду бить ногами по голове, буду бить лоуккики. И мне приходится, во-первых, их бить меньше, чтобы просто не ошибаться, не подхватывая, потому что нога – это всегда возможность человека подловить на ошибки. Это первое. Во-вторых, ну, не всегда просто какой-то бить в блоке, потому что смысл тратить силы бить по рукам, если человек голову защищает. Но у меня нет такой прям как бы любви к хайкикам и к ударам ногами. И не могу сказать, что когда я в карате дрался, я очень большое внимание уделял именно ударам ногами. Тут скорее просто я отличаюсь от остальных бойцов тем, что у меня база каратистская в том числе, поэтому в принципе база ног у меня есть, но я не могу сказать, что это моя ключевая ставка в поединке. У меня ключевая ставка как бы это джеб, вот. Тут как бы на... в этом аспекте меня еще никто не перебил. Поэтому здесь я все-таки как бы больше отталкиваюсь от максимальной эффективности работы, от тактики, которая есть в бою. И, скажем так, с коронными ударами чистить не очень хочется. Ну, с коронными в кавычках. Ну, и опять же, зачастую бывают поединки, когда говорят, что вот, нужно было больше работать ногами, ты включаешь поединок и смотришь, ты через каждую связку бьешь ногой. Ну, просто как бы куда уже больше. Невозможно просто выйти и как тэквондист работать только одними ногами. Тебя просто перейдут в партер и забьют. Просто всему свое время и место. Вот и все. Поэтому здесь какие-то претензии, не знаю, или что-то такое, типа того, что почему нет, потому что ни время, ни место. Потому что когда времени есть, ну, получается ударить. Нужна для ноги подготовка какая-то и так далее. В принципе, я плюс ставка у меня больше в основном не на ноги, а на другую работу. На дистанцию, работа руками, для меня это больше, более комфортная работа. Ты сейчас упомянул советчиков, так скажем. А вот были ли комментарии в инстаграме, которые тебя реально вывел из себя? Бывало ли такое вот хотя бы раз? что ты все-таки отвечаешь? Да нет, я своих комментаторов очень люблю на самом деле. И мне прям как бы то, что у нас такое общение происходит, мне это очень нравится, наоборот, потому что это же круто. Наоборот, люди очень искренне начинают написать, злиться, если я как-то не так отвечаю. А я это все делаю с улыбкой, и другие люди тоже читают и улыбаются. Очень многие просто отзывы я получаю от того, что просто люди заходят ко мне, чтобы читать комментарии, только ради этого, потому что это некоторый аспект общения, просто зачастую люди пишут какие-то выводы свои или советы, не думая наперед, что я могу ответить, не думая назад, какая предыстория у этого была, и с ними слишком просто спорить, просто говоришь, ну вот так вот, и все, человек уже не знает, куда делать. Это скорее просто уже стиль ведения моего Инстаграма, это стиль общения моих подписчиков со мной, и меня с подписчиками, поэтому тут меня абсолютно эти комментарии не трогают, а наоборот, мы как-то уже на такой волне, уже все привыкли, что у меня, ну, те, кто курс. были, а хорошие советы были, которые ты реально для себя отметил, прям подумал, слушай, это прям очень... Были, скажем так, правильные мысли, но, понимаете, дело в том, что те мысли, которые люди пытаются донести или подсказать, они уже все пережеваны, выплюнуты, переварены, то есть это все уже как бы, ну, то есть мы, я нахожусь 24 часа в сутки в тренировочном процессе, почему 24 часа в сутки, ну, там кроме сна, да, я встаю утром во время завтрака смотрю поединки соперника, еду за рулем в машине, отдумываю, что как бы делать, что новое придумано, приходим, начинаем тренироваться, нарабатываем комбинации, обсуждаем после тренировки, что получилось, что не получилось, что убрать, что не убрать, как бы, думаем о второй тренировке, так у меня, то есть у меня процесс размышления о поединке и вообще в этой теме я уже очень глубоко, и поэтому просто взлят со стороны, типа, попробуй вот так, Харрис там, ну, или кто-то еще там, вот делать вот так, это для меня просто взлят с поверхности, то есть это просто, как бы, это вот, не то, что вершина айсберга, это просто издалека там вершина айсберга, это видно, то есть мы, ну, так почти у любого спортсмена, и не то, что не хочется никого убить, потому что есть ребята, которые искренне пытаются помочь, подсказать, но нужно просто понимать, что, мы, ну, как бы, в этой теме, очень, ну, как бы, я в этой теме очень глубоко, я очень глубоко погружен, и это не просто там моя работа какая-то, и там мне не хватает какого-то творческого запала, там, или чего-то еще, чтобы что-то для себя ново придумать, я погружен в это, и реально об этом думаю каждый раз, и все уже передумал, вот эти мысли, которые транслируют в комментариях, они зачастую уже, все уже передуманы, и со всех сторон обдуманы, и так далее, поэтому, ну, бывают правильные мысли у людей, конечно, бывают правильные мысли, но, ну, это не значит, что, во-первых, я их буду использовать, и это не значит, что у меня их не было до этого, поэтому, ну, примерно вот так. А есть люди, которые прям достают тебя жестко, ты их блочишь, прям такие, знаешь, психи, которые постоянно тебе пишут, ну, просто, просто такой некрясик, все, где-то там... Ты их блочишь, а они новые аккаунты создают, и все равно пишут. Ну, я не отслеживаю новые аккаунты, конечно, периодически бывают люди, которые просто хамят, вот, но даже так, я не блочу тех, кто хамит мне, то есть, если кто-то там оскорбляет меня, я скорее отвечаю просто ему, там, мы не хамсты, а как-то так обыгрываю, чтобы человеку было не по себе, или другие люди, то есть, обычно, когда меня хамят, просто другие люди начинают ему так же писать, типа, ты там, такой-то, такой-то сам, и он быстро там, уже переходит спор с ними, там, или потом сам удаляет все, вот, а в основном, я удаляюсь, и кто-то начинает хамить моим друзьям, или знакомым, там, особенно там, с галочками людям, которые мне там пишут слова поддержки, они там начинают, ты там сам, там, такой-то, такой-то, и мне приходится, конечно, чтобы, чтобы этих людей, как бы, ну, моих друзей, которые пришли меня поддержать, не там, ну, не оскорбляли, приходится, конечно, их блокировать, удалять, независимо там, ни от чего, но, есть, как бы, очень удобная функция в Инстаграме, ограничение доступа, вот, поэтому, да, я очень часто пользуюсь, Саш, честное слово, и поэтому, часто люди, которые, ну, просто начинают, не то, что там оскорблять, а замахивать, какими-то, глупостями, в общем-то, в большом количестве, и, ну, они вроде бы ничего плохого не делают, вот, и бывает, даже иногда что-то прикольное пишут, но в основном пишут глупости, и просто можно делать ограничение доступа, и периодически там, комментарии смотреть, если вам прикольнее оставлять, если не прикольнее, то просто не давать им возможности публиковать его, поэтому, тут, как бы, Инстаграм дает возможности с такими, с такими оттойностями справляться. Саш, у тебя сколько по контракту с UFC еще осталось? Я, честно говоря, не знаю, у меня такое ощущение, что либо это последнее, либо еще один бой остался, чуть-чуть типа того. Продлить не предлагали тебе еще? Ну, мы будем обсуждать после поединка, потому что это будут зависеть условия продления. А переподписывал часто на новых условиях для всего этого времени? Нет, третий контракт уже. Среди Харитонов тут не так давно заявил, что он считает, что он побьет Стипе не очень, чем он сможет сделать. А вот ты считаешь, какие у тебя были бы шансы против Стипе, вот если бы ты с ним дрался бы, допустим, на этом турнире? Ну, какой бы у меня смысл был бы вообще заниматься боями и драться в UFC, если я считал бы, что я кому-то могу проиграть? Ну, это просто спрашивать бойца о том, победил бы он, это не победил, даже если бы, даже если бы кто-то сомневался бы в себе, он это бы никогда не сказал бы на камеру, типа, ну нет, конечно, Стипе Мэджи это не мой уровень, я там в топ-5 там хоть продержусь, там чуть ниже, и все, и мне хватит. Ну, конечно, я победил бы, конечно, я победил бы. Вот, то же самое и Сергей Харитонов, и спроси у любого бойца в России, которому UFC не дерется, который более-менее на слуху, ты победил бы Стипе Мэджи? Он сказал, ну это вообще, что тебе делать? Это, ну, и меня бы все победили. Такая история, что кто-то по стилю подходит, а кто-то не подходит, потому что, понятно, там, было ясно, что боица это неудобный соперник, очевидно. Ну, Стипе Мэджи это все, с другой боец. Понимаешь, скажем так, это совмещение стилей, там, кто кому подходит, это же вещь обоюдная. То есть, если мне человек не подходит по стилю, то я ему тоже могу не подходить по стилю. Как для ударника борец неудобен, так и для борца. Ударник, который проводит умный бой, он тоже неудобен, потому что все-таки он бьет по лицу, не просто там так ждет, пока его переведут. Поэтому здесь это всегда процесс он обоюдный. И, ну, Стипе, он больше, как бы, универсальный такой боец, поэтому здесь, ну, с хорошим кардио, надо сказать. Поэтому здесь какой-то там сложность в его стиле ее скорее нету. То есть, он более там универсальный, то есть, к нему, то есть, как общему типу бойца ты готовишь. Здесь скорее нужно больше учитывать как кардио. Но, тем не менее, за счет того, что он универсальный, он как бы свои бои вывозит. То есть, он может адаптироваться во многих ситуациях с многими соперниками, как там с ганну, сильным ударником, так и с корме, с хорошим борцом, он со всеми может выглядеть неплохо. Ну, в целом, это пример, скажем так, это пример бойца, который, несмотря на какие-то свои там поражения, там, или не самое там успешное начало в UFC, он очень, как бы, очень круто разделся, очень круто себя проявил, поработал в своем там лагере отдельном, там, он никуда там, ни с какими там звездами не тренируется и так далее. И при этом, если он действительно работает еще и пожарным, до сих пор, как бы, действительно, это правда, а не просто, как бы, там, созданный миф и так далее, это вообще, это очень круто, поэтому, к нему только, как бы, только и только респект, ну, кто бы выиграл, конечно, я бы, я бы старался бы сделал максимально все, чтобы выиграть, и верил бы в это, в любом случае, если бой состоялся, иначе не было бы смысла. А Меочич, он величайший тяжелец в истории, и вообще, насколько правильно вот такие определения давать, кто там величайший, кто не величайший, но учитываясь, что ММА, они действительно разные со всем, которые были в нулевые годы, которые есть сейчас. Величайший тяжелец в истории, это Иван Поддубный. Ну, это, блин, такие вопросы, то есть у каждого времени есть там свой чемпион, и как бы чемпион, это и чемпион, просто ты просто так не доберешься до титула, ты просто так, какая-то не была бы организация, ты просто так до этого не доберешься, ты просто так этого бой не выиграешь, это в любом случае психологическая игру, это в любом случае путь, это в любом случае твой какой-то тренировочный опыт, от самого самого первого прихода в зал до этого чемпионского пояса, это в любом случае какая-то там галочка в инстаграме, вот поэтому тут любой человек, кто забирает пояс, где бы то ни было, или там медальку выигрывает, он уже становится в какой-то степени чемпионом для себя, величайший или не величайший, это только в глазах других людей, насколько им хочется это индийный образ себе принять или не принять, вот и все, то есть в моем понимании, я просто, я же в этом варюсь, для меня как бы это все, в этом нет ничего необычного, что кто-то чемпион, кто-то не чемпион, это все часть как бы того коллектива, в котором я нахожусь, поэтому он сильный боец, он крутой чемпион, сейчас он лучше, на данный момент тамошний пояс, но какое-то время может быть лучшим другой человек, и он вперед будет величайшим, просто он актуальный сейчас, кто-то был актуальный в свое время. Саш, ты дрался, значит, на турнире в Лас-Легасе, где Хабиб дрался с Коннором, часто дерешься на турнире, где Хабиб дерется с Гэджи, и в общем тогда, и, ну тогда в первую очередь у тебя, наверное, был такой шанс подняться уже на самые высокие ступени в UFC, часто ли ты прокручиваешь эту историю назад, и думаешь ли ты, что сейчас ситуация чуть похожа на ту, которая была тогда? Да, вообще не прокручиваю. Боя с Льюисом, я в течение всего боя делал все, что хотел. Ну не то, что все, что хотел в принципе в бою, а то, что я планировал сделать, да, вообще. И Блейсом тоже, как я уже говорил, мне не хватило не моих навыков, а скорее как бы психологического фактора какого-то своего личного, на который я, может быть, меньшего внимания уделил. Поэтому эти бои скорее меня постигнули и мотивировали к развитию, вот скорее так, поэтому... не могу сказать, что вообще, в принципе, какое-то из поражений, которые у меня было в карьере, у меня их уже было немало, вот, оно меня сделало хуже. Мне как-то, наоборот, кажется, что эти поражения как ступеньки, которые мне позволяют расти, а вот как раз победа, это какая-то плоскость, которая, на которой я не так сильно развиваюсь. Слушай, ну, несмотря на это, наверняка вы там командой просчитывали, что вам дает победа над Харрисом, типа техническая. То есть, куда ты поднимаешься, если ты выигрываешь у Харриса, там, сколько там ступеней условных, да, для того, чтобы... Ну, не настолько, конечно, но... Ну, ладно, давай, окей, давай попробуем, что она тебе дает? Вот ты выигрываешь у Харриса, что ты получаешь? Ну, победу получаю, победу. Ну, я поднимусь там, один-два боя в рейтинге, но после Харриса я думаю, что, очевидно, будет какой-нибудь там Аверим или что-то такое. То есть, независимо от того, с кем бы я подрался сейчас, там, чуть ниже, чуть выше, это, скорее всего, следующий соперник. Было бы логично подраться там с Аверимом, кто там еще там, Дос Сантос еще есть. То есть, в принципе, кто-то будет, скорее всего, из там, от четвертого до там шестого-седьмого места, кто-то оттуда соперник, скорее всего, будет. Потому что вряд ли сейчас, во-первых, там просто с титульными поединками пока непонятно, там не то, чтобы какой-то вакуум и некому подраться, там, 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 там сейчас очередь скопилась, они между собой не могут решить, там, кому из них драться. И еще не то, что кому, а когда-то еще эти все бои будут. Тут, поэтому никто как бы не спешит впихнуть все нового человека в титульную гонку, то есть, чтобы там быстрее закинуть его наверх, чтобы я подрался там с Нганом, там, или с Блейцем, или там с кем-то еще, и быстрее вернулся опять в титульную гонку. Здесь, скорее, просто момент сейчас в том, что просто можно подраться, просто не заставиться, проявить себя, поконкурировать пока вот, ну, там, за первую пятерку, за вхождение в пятерку. Ну, и все. Поэтому, как бы, здесь элемент, ну, в принципе, мы для чего деремся, чтобы люди смотрели, чтобы шоу было, и для того, чтобы там, там, этот рейтинг, он больше, скажем так, это момент чисто технический, вот, кто там будет следующий, а так-то мы деремся, чтобы люди посмотрели, поболели, там, получили эмоции, поэтому, если бы было так, что никому не было бы смысла, но, в общем, ничего бы не смотрели бы, и просто сидели бы без турнира, поэтому, поэтому мы деремся, вот, как бы, вести этот вопрос. Как бы, ну, ничего такого там мы не просчитывали, какие-то комбинации, рокировки оказаться в дамках после одного боя, такого, конечно, не было. У кого ты бы больше хотел взять реванш? У Льюиса или у Блейца? Оба боя ты провел. Ты ни у кого. Я к реваншам отношусь очень скептически, для меня это не самоцель, для меня это пройденный этап. У меня же такие этапы уже в карьере были, там, и с Виталием Минаковым, когда мне когда, там, в Чечении, там, еще 3-4 лет подряд, мне говорили, когда реванш, когда реванш, то есть это же у меня уже в карьере не первый раз, люди, кто там за мной следят, ну, и Виталию тоже это было не первое поражение в моей карьере, у меня до этого были поражения, то есть, я за этим не гонюсь, для меня это то, что прошло, то есть, ну, как сказать, это как ты подрался, и после драки ты махажешь кулаками, давай там, типа, еще раз подеремся, переиграем всю эту штуку, типа, заново, типа, мы его скинулись с UEFA, я выиграл, не, давай заново, мы заново скинемся, то есть, это примерно то же самое, то есть, какой в этом смысл? Если это будет интересно, медийно, и мы там будем конкурировать в рейтинге в какой-то момент, там, с Блейдсом или с Льюисом, то как бы да, то подеремся, но чтобы поставить мне личную галочку, что я вот тогда не смог, а сейчас я вот смог, все, галочка, ну, для этого еще есть другие бои, и у меня как бы психологического блока по этому поводу нету.